всем привет сегодня срок 27 по клину сегодня будем продолжать чистку клина черного и будет такой опять-таки небольшая теория теория будет заключаться в том что у нас мониторы у всех разные и прежде чем вы начнете чистить черненькое чистить беленькое особенно черненькое советую сделать хорошую калибровку вашего экрана как делать калибровку я расскажу не буду просто там парочку ссылок на сайты может быть просто в гугле сами попробуйте поискать расскажу в чем что я имею ввиду значит у нас есть разные мониторы и разные калибровки у этих мониторов допустим вот эту страничку вот этот который сейчас вы видите на экране вот это я допустим здесь вижу что вот этот вот черный цвет он совершенно не черный он серенький там много-много серых пятен черного цвета я тут вообще не вижу и это я вижу прекрасно даже не пользуюсь никакими уровнями вот этими вот когда я допустим пришла сегодня в школу и пыталась вот эту самую картинку поклить поклинить в школе я поняла что в школе у нас монитор плохо откалиброван потому что все вот эти черные все вот эти серии штучки на том мониторе выглядели как просто черный цвет то есть чистенький черный цвет там повыглядела и увидела что увидеть то что этот черный на самом деле не черный можно было только вспомнить вот этих вот уровней у меня здесь как раз таки прекрасно место это также дома у меня есть два монитора это вот мой основной и мой дополнительный на моем основном мониторе цвет откалиброван более менее хорошо там есть как типа грешности но все ноты в принципе сойдет на втором мониторе цвет просто ужасный и сейчас это самое телефончиком я начну записывать видео и покажу на телефончике то как я вижу этот самую картинку потому что сейчас я делаю запись с экрана с монитора и там конечно не будет видно разницы тут ни там ни там так вот понятность видео с телефончика этому основной монитор здесь мы видим сразу же то что здесь у нас куча куча серых оттенков то есть это не черное это чисто серенький не чистый черный это на серии различные оттенки смотрим сюда та же самая картинка и она у нас вот тоже самое место и она выглядит у нас черной здесь серых оттенков мы обычным своим глазом не видим почему потому что плохо откалиброван свет вот это одна и та же картинка сейчас секундочку покажу мышка у нас двигается около головы видно что это одна и та же картиночка дубликаты делала монитора есть несколько сайтов которые там ну их вообще на самом деле куча эти разных сайтов с тестами на калибровку на то как вас монитор откалибрировал я нашла допустим сайт называется montion.ru здесь есть такая штука как запустить тесты ну и можно так в принципе полистать вниз и посмотреть как у вас еще реагирует ваш этот самый монитор на те или иные тесты на те или иные тесты на принципе цветные тесты сейчас не очень интересна больше чем на белый интерес да во первых и такая вот сетка она сетка здесь нам основном мониторе моем хороша сделал хорошо сделано то есть везде видно как пленники линии видны хорошо плохо выйдет это вот на этом мониторе то есть вот эта сетка нас превращается в какую-то в слитную штукенцию и получаем и муар очередной муар причем это не только здесь это вообще на всех вариантов видно следующий тестик это тест на резкость картинка то есть на резкость тут тоже на очень размытая тоже у нас появляется куча куча мора различного вы где-то должно быть вот так вот примерно вот так должно выглядеть здесь конечно тоже меня если поделиться то можно найти некоторые морщики но в принципе они не настолько заметно как допустим на этом мониторе так но это в принципе нам это не важно для нашей манги здесь можно еще кликнуть запустить тесты там проверить как у вас настроен ваш монитор да по быстроте передачи картинок и так далее далее дальше я хочу показать по цветопередачу у нас есть еще в другой сайте да это на сайте называется how to.ru здесь я нашла две картинки которые тоже очень хорошо на которых тоже очень хорошо видны наши серые оттенки вот эту полоску можно распечатать на принтере если у вас принтер хорошо ну как сказать если у вас принтере все краски присутствуют все краски полностью у вас мы принято хороший да то есть вас нет такого что цвета цвета отсутствует какой-то цвет отсутствует то у вас это полоска которая вообще будет как примерчик да то есть и вы даже распечатанную эту полоску должны приложить на к монитору и проверить соответствует ли все эти серые оттенки тому что вы видите на картиночки если да то у вас сама откалиброванные оттенки серого от откалиброванная гамма монитора очень хорошо допустим здесь видно что вот здесь у нас допустим серенькая а здесь тоже самое очень много синего видно синего то есть здесь нас что-то не в порядке с синими оттенками дальше идем сюда ниже вот эта полоска вот эти вот вот эта картинка видно что здесь сверху у нас какой-то переход из белого в более серенький а потом появляются уже какие цветные полоски на эта картинка означает что у меня все-таки не очень хорошо настроены оттенки вот этого ну гамма и как называется контрастность и гамма дело в том что эта картинка должна показаться полностью серой то есть такой градиент плавно должен быть из белого в черный то есть полностью серия оттенки должны быть видны но видимо мой монитор все-таки даже этот не очень хорошо настроен поэтому здесь виден цветные полосы что касается этого монитора то тут вообще какая-то каша неприятная какая так это вот здесь и третий сайтик который для вас нашла это сайтик называется geekbrains.ru я могу ссылки в описании видео оставить на все эти сайтики но в принципе здесь не предлагают те же самые картинки которые можно найти в этой самой справки от windows если вы windows пользуетесь конечно же значит что тут у нас есть нас есть такая картинка а здесь у нас на этом мониторе моем я не вижу цифру к 5 на начальном фоне я не вижу цифру к 5 цифру к 4 я еще более-менее могу разглядеть не знаю видно будет на телефоне лет но в принципе видно а вот эту цифру к 5 я еле-еле вижу если я чуть ниже вот так вот возьму картинку да то есть снизу буду смотреть то вот на белом с какого на белом фоне вот эти вот оттенки более лучше видны секундочку меня тут чего-то какой-то выскочил вот эти вот цифрыки лучше видны если я снизу буду смотреть да если сверху будут стоять на цифру к 5 то она все равно у нас не появится на этом мониторе я еле-еле различают цифру к 1 остальные цифры не вижу вообще цифра к 5 здесь на телефоне и она видна а я своим взглядом увидеть ее практически не могу хотя если допустим как-то сбоку снизу посмотреть то может быть как-то и увижу ее дальше едем ниже где сначала покажу контрастное следующее значит яркость яркой точнее это у нас нормальная яркость это слишком ярко это слишком темно то есть на нормальной яркости мы должны видеть отдельно то есть как бы отдельно черный пиджак отдельно черный задний фон и отдельно черный крест если вот вас все такое серенько то это уже не слишком ярко получается если у вас все темненько то слишком темно на этом экране у нас показывается Видно, что нормальная яркость. На самом деле тут она ненормально отображена. Что тут ещё есть? С контрастностью то же самое, в принципе. Гамма с гаммой тоже, в принципе, уже всё понятно. Настройки серого. Идеал настройки серого, да. Тоже надо это дело распечатать на принтере и сравнить по этим. Бумажку приложить и сравнить, какие у вас там оттенки. Допустим, опять-таки здесь у нас более синенькие оттенки получились. Ну и, в принципе, и всё. Значит, прежде чем вы начнёте клянить чёрненькие цвета на манге, давайте уже перейдём в этот самый режим обычный наш. У меня на телефоне уже места не хватает. Сообщение краски выскочило, что у меня места не хватает на телефоне. Так вот, значит, прежде чем вы начнёте клянить чёрный цвет, постарайтесь всё-таки настроить свой монитор так, чтобы вы видели нормальные оттенки серого цвета. Чтобы вы видели вообще, где вы что там рисуете. Потому что у меня как-то раз было, клинило-клинило какую-то там мангу. По-моему, это была на Зайке, глава из антологии про короля, которая. Я её клинила, думала, что вот так здорово поклинила. А потом села на другой монитор и вижу, что у меня там куча-куча пятен этих серых остались. То есть, как бы, я вроде бы старалась, там это самое чёрный цвет сделала чёрненьким. А потом пересела на другой монитор и поняла, что куча всего я на том мониторе не увидела. И мне пришлось делать весь клим по-новой. Ну, весь клим чёрный цвета по-новой. Так что вот, прежде чем мы пойдём дальше, пожалуйста, откалибрируйте свои мониторы. Если они, конечно же, есть такая возможность откалибрировать монитор. Потому что бывают старые такие мониторы, где калибровка не помогает. Если же у вас монитор такой старый, что вы, ну, никак не можете его нормально откалибрировать, то есть такая штучка, как уровни. И про них я расскажу уже в следующем уроке, потому что это тоже, получается, минут 10 уже идёт. Я хочу, видя, что не такие длинные места делать. На этом пока что всё. Сейчас буду записывать уже следующий у вас восьмой урок. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»